еврозона возвращаемся в эфир владимир проверка связи сейчас прекрасно слышим вас громко прям громко и четко продолжим наш интересный разговор спасибо прям знаете вот когда телеграм-канал на твоих глазах начинает перерастать это просто радует уже 30 301 подписчик большое вам спасибо за доверие работаем дальше работаем для вас дорогие радиослушатели там уже и до суток до соточки недалеко недалеко на 70 мне радует комментарии их потом обязательно читаю и химки ряд рада встречи с вами рязань на связи при том рязань написано с буквой z как обычно шью кроссы и слушаю владимир владимирович приветствует стрельно внимательно слушает и пробка нам кат слушает жгите глаголом сердца людей дорогие друзья знаете еще вот когда вы пишете что вы слушаете откуда вы пишете это очень важно это понимает о тех кто уже давно слушать еврозону и пишите вот если вы приезжайте мимо где-то или вы слушаете из города который имеет красивое название или редкое название пишите потому что действительно это огромное удовольствие исконно русские неисконно русские исконно кавказские названия когда они особые когда они для нас что-то значит они милы нашему уху я так скажу уж понятно и сердцу милы нам пишите и пишите что вы делаете закручиваете помидоры или просто в пробке сидите пишите ну что обещанное урсула фонделяем вы знаете вот у меня был долгий период времени вот евгений хорошо это знает когда я говорил что у меня три вот таких сверх героя они у меня все время такие присутствуют в том что я говорю не святая троица абсолютно нет и генсек нато я так понимаю что генсек нато столтенберг пользовался это и конечно же славой потому что быть рядом с человеком пауком и рядом с человеком бэтменом знаете хоть что-то значит спасать мир от невиданных нарисованных какими-то карикатуристами угроз и мне кажется что пронюхали в брюсселе это дело и теперь борьба за третье место вот среди комиксов героев комиксов разразилась не на шутку я прямо не знаю кому сегодня отдать это третье место то есть человек паук это понятно он не зыблем человек он тоже не зыблем франшиза работает и комиксы рисуются дальше а вот есть еще один такой комикс называется евросоюз и мне кажется в сильной борьбе между собой это урсула фонделяйен ну как минимум с бывшим стопенбергом он что-то слетел у нас всем ну и не нужен он нам больше а вот есть еще шарль мишель тоже такой человек это как бы два главных человека в евросоюзе так вот урсула фонделяйна чудила по полной если честно и заносит их серьезненько но для начала краткая история кто знает тот знает это буквально там пару минуток и мы пойдем дальше изначально евросоюз придумал такую фишку она была очень вовремя после второй мировой войны и спад экономики никак не могут выкропаться а что если например германия у которой много шахт французы у которых доминные печи возьмут и договорятся чтобы избегать всех бюрократических передрязг когда ты товар вывозишь нужно его раз таможить и с другую страну зато может потом назад точно также кто-то другой товар растамаживать замаживать а давайте пролоббируем целую отрасль например металлургическую все что с этим связано и объединим то есть уголь кокс металлургия все это будет объединено и это будет беспошлино экономическое пространство только этой отрасли так начинался евросоюз в принципе идея хорошая почему нет потом разрослось давайте еще и в других местах мы отрасли будем снять а давайте вообще забацан так что все у нас будет беспошлино ура сделали экономический союз прям на глазах растет увеличивается и работает и тут вдруг получается идея новая а давайте мы сделаем еще пару таких интересных штрихов давайте еще например сделаем безвиз потому что несмотря ни на что границы пересекали по визам это только металл и уголь был безвиз сделали потом решили отдать вообще границу уберем тоже сделали но тоже неплохо почему бы и нет а потом кому-то пришла потрясающая голову идея а давайте сделаем единую внешнюю политику и никто даже не заметил что евросоюз заговорив о единой внешней политики а вслед за этим у единой армии стал формировать действительно что-то типа социалистических штатов которые очень модернизированы это не ссср но это очень похоже по форме единая внешняя политика сегодня уже говорят о том что это не консенсуально принимается никогда все за а теперь будет большинством приниматься и лоббирует потому что то венгрии не вписывается в коллектив большевиков еврокомиссаров то еще кто-то не вписывается поэтому большинство и большевики евросоюза это страшные люди на самом деле что хотят то и творят клевать не хотели на демократию или на то что они обещали и обрастая границами румынию надо брать да там же коррупция надо брать территория лежит мы их потом обязательно под нато подгоним венгрию надо брать территория польши не ну польшу сам бог велел литва латвии и эстонии чтобы не было мы сможем их содержать берем территории берем евросоюз пожадности ну и конечно же благодаря михаилу сергеевичу стал брать то что плохо лежит и представляете вот обещали что всегда будет это консенсус если вы против правила не примут они пихнули страховку они продали товар они этот товар очень хорошо разрекламировали они это те кто придумали куда будет развиваться и как евросоюз и когда сегодня евросоюз начал владимир вероятно все хорошо был был небольшой провис то мы подходим медленно медленно к тому что еврокомиссар начинает обладать уже какой-то мощностью мягко-бягко стелили очень мягко спать твердо приходится и представьте себе что главный комиссар евросоюза у сула фонделяем говорит о том что если не дай бог не дай бог 25 сентября когда будут выборы в италии и там победят правые то тогда у нее есть инструменты и если вдруг будет тяжело дословно фразы переводятся в трудном порядке то у сула фонделяем говорит о том что если дело пойдет сложном варианте я говорила доходах и польше у нас есть инструменты ух ты то есть вы бывший министр обороны германии у сула фонделяем назначенная канцлером германии тех временем меркель и макроном президентом франции на пост еврокомиссар главного еврокомиссара вы не прошли абсолютно никакого парламентского прохождения как положено что есть кандидаты от каждой фракции и фракция представляет кандидата нет вы этого не проходили просто последний момент макрон и меркель договорились со всеми странами со всеми фракциями кому-то дали место министра там еврокомиссара по энергетике кому-то там по правам человека всем раздали что-то и поэтому вас приняли и вы говорите итальянцам урсула фонделяем что если у них вдруг победят правые партии то вы их лишите денег выплевать хотели на италию вам плевать на то что итальянцы сами могут разобраться кого не выбирают вы просто взяли вмешались предвыборную кампанию италии особенно в тот день когда уже реклама партийный нет и вам толком ответить никто не может потому что это день тишины завтра выборы в италии в этот момент главный еврокомиссар начинает шантаж итальянского народа и обещает трудности если придут правы и к власти нихрин наш себе демократия скажу я вам простите мне мой мувитон политический но это выходят за все рамки вмешательство в предвыборную кампанию ярко выражено на лицо не умение принимать выбор итальянцев ярко выражено на лицо не желание вступать и пробовать действительно вот договороспособность это то что не хватает брюссель у них полное отсутствие договороспособности это уже абсолютная вертикаль урсула фонделяне тебе нужно что я не понял послушные либерально зеленые социальные какие-то светлячки которые будут ночью подсвечивать банки в которой нету батареек а только вот эти комарики у которых задница светится и только они будут светить на улицах где есть от машины которые как правило будут запряжены в лошади и мулов что что творится такое в евросоюзе главный еврокомиссар который реально поставила себе целью разорвать в клочья экономику россии и ей вдруг может кто-то помешать поэтому она уже угрожает итальянцам и знаете мне понравилось как я ответил сальвини правда мне понравилось я не знаю сможет ли сальвини добраться к власти потому что опросы социальные опросы они сейчас не отражают ничего там полный хаос читаешь от них правые могут действительно сейчас прийти коалиция правых сил может в италии прийти к власти и сальвини получит пост например вице-премьера кстати для него это очень выгодно как для политического деятель потому что остановится вот это вот все поползновение то что ему кандалы накидывают на руки в прямом смысле слова против сальвини было возбуждено уголовное дело мол он неправильно обошелся с пиратами которые контрабандой доставляют человеческие тела ну иногда не живые я серьезно сейчас говорю это очень цинично но это правда потому что те немцы которые бороздят и выискивают беженцев из африки они везут в италию и они действительно надо трупы привозят а дальше мол в нарушение закона должны были на берег пустить а сальвини их не пустил поэтому сальвини возбудили уголовное дело за все время ничего не нашли против него и угроза которую урсула фон гулян отправила в сторону италия она сама по себе вот сама по себе она чужда понятию демократии у нас сейчас будет техническая пауза такая маленькая называют глоток кофе сделать и глоток кофе да и слушатели и владимир кстати напоминает что свое время андреана челентана оштрафовали за агитацию в день тишины штрафуют ли фон дер леан кто же и штраф выпишет хороший хороший комментарий считаю что да надо против урсула фон дер леан точно как минимум итальянцам надо намекнуть закончу программу позвоню друзьям итальянским скажу патролить его надо как минимум ну действительно омск на связи добрый день можно ли считать лоббированием интересов аграриев отмену санкций на наше удобрение в сша абсолютно конечно конечно только так и не иначе спасибо за радость сообщения ростов на дону можете volkswagen и skoda продолжить в россии производство своих автомобилей под другим брендом может немцы на национализируют газоотраслевые компании бывшую дочку в том числе совместную газпромом я думаю что много что может произойти по поводу национализации это совместные удары и многие вещи находятся просто в тени нижний новгород в скобках горький на приеме ну прекрасно прекрасно италия с нами я на у башки и слушай пошли дальше дорогие друзья так вот сальвиния ну красава просто красава опять простите мне будет он не по-другому в его никак не назвать представьте себе вот что должен сказать человек который борется за свое место демократическим путем никого не подкупает ездит работает насколько я знаю правые в италии взяли повестку как можно меньше говорить на провокационные темы больше сконцентрируется на внутренней повестке италии провокационная тема только одна называется россия ну можно ее назвать еще украина потому что требует вот этого поклона поклонения общей европейской политики и правый сектор итальянской политики на самом деле поддерживает санкции против россии играет в эту игру но и зная итальянцев говорю они приходят в класть и после этого начинают вытаскивать тузы из рукавов как фильме блеф и с член тана и в этом отношении знаете трех партийная коалиция во главе с братьями италии по латыни fdi партия евроскептиков это очень важный момент они могут получить действительно большинство мест парламенте и они будут тогда формировать правительство почему я говорю что социальные опросы сейчас очень такие странные шатки потому что нужно действительно разбираться в географии италии понимать что юг италии север италии абсолютно разные вещи было так в прошлом сейчас север стал беднеть а на дотациях юг себя чувствует более уверенно и в этом отношении найти разговор о брюссельских бюрократов и lgbt лобби это говорит джорджио мелони это братья италии мать мы не одни кто об этом говорит слух что такое lgbt лобби да все понятно даже говорить не надо но если вдруг я сказал ах я не толерант да плевать их то что не толерант на свои ценности отстаивают так говорит джорджио мелони это не я сейчас когда-то было цитата так вот первая женщина премьер-министр страны в италии тоже возможно но эмоциональная реакция которая произошла в италии это что-то потрясающее во первых не я один заметил и не один так трактую урсулу фонделяйн как попытку вмешательства во вторых это откровенный шантаж в третьих я поздравляю еврокомиссар урсулу фонделяйн она теперь действительно является автократом она не приемлет демократических нормативов и еврослез как автократия можно действительно начинать этот счет заявление урсулы фонделяйн больше и меньше автократия евросоюз это что-то новое даже в представлении либералов но даже они понимают они молчат они не могут никак ее оправдать дама представляет всех европейцев ее зарплату платим всем и это сказал замечательный замечательный представитель братьев италии даниэла сантанчи и дальше все очень просто между прочим по сбрасывали мне скриншоты форумов по итальянски не понимаю ну и как загоняешь онлайн переводчик тебе это высвечивает и опять же знаете можно не понимать иногда что это оскорбление как итальянцы онлайн переводчик скажет рогатый просто рогатый это значит рогатый скот рогатый скот оскорбление если литературно переводить слова рогатый тут как быдло и еврокомиссаровская быдло вот если бы мне дали задачу перевести итальянские сейчас оскорбление то я очень коротко сказал часть итальянцев считают что это швондеры еврокомиссары все-таки булгаков опередил и пространство и время но так и должно быть с великой литературы и знаете вот есть там либуро либеральные депутаты и даже материнцы это бывший премьер-министр материнцы он абсолютно либеральный человек и он сказал даже если правы и победят европа должна уважать результаты выборов я говорю фондерленд вы вообще не должны вмешиваться в итальянские дела есть гол гол мы забили гол оказывается либералы тоже чувствуют себя оскорбленными потому что это непосредственно оскорбление италии итальянцев они могут без урсулы фонда лень и без ее открытого шантажа без ее автократии выбрать свое правительство и свой парламент урсула фонда лень шахмат и это теперь действительно факт потому что сальвини говорит что все будет очень просто позорная высокомерия уважайте свободные демократические суверенные голосования итальянского народа мы друзья всех мы никому никого не служители это он написал в твиттере и дальше матео сальвини а он между прочим входит в эту трех партийную коалицию и он глава лиги это значит что он получит кресло министра обязательно будет влиять на политику и сальвини говорит его группа европейском парламенте в случае приведения угрозы в действия это когда услуга фонда лень попробует заморозить какие-то деньги или начнет это 9 заявит вот он недоверие главе евро комиссия вот это мне уже нравится вот это нужно помогать сальвини правым прийти к власти действительно высказывать симпатию этим людям если им нужно знать морально может помолиться с них свечку поставить кто как действовать кто на тонком уровне кто там эзотерикой занимается а кто политтехнологии они действительно должны поставить еврокомиссии у суды фонделяем вот мне доверие не только потому что разрешили они бриллиантами и алмазами торговать какому-то всего лишь на всему брюссельскому проекту но только какому-то другому мне так интересно теперь чем это все закончится потому что знаете если ожидать что сейчас будет активирован режим противостояния правым силам в италии это значит что кто-то выведет антифу на улице антифа итальянская она достаточно слабо но она существует антифа итальянская это то же самое чем не раз рассказывал это серый вот этот вот черный блок люди которые в масках полностью всем черном поджигают мусорники блокируют трамваи бросает коктейли молота царапают машины разбивают окна в бюро правых сил колеса режут вот таком духе они присутствуют в европе и на самом деле они не очень сильны в италии но они есть и хаос на улице в данном случае могут только как раз вот это антифа которая является на самом деле сегодня полностью анархистской структуры у них же нет задачи да все перевернуть у них есть задача создать прецедент то есть внести внести капельку хаоса да хаос анархия мать порядка знаете в этом лозунге как раз все наоборот и ну давайте я сейчас не буду окунаться и в лозунге в анархию но есть инструмент и вот эти инструменты и действительно могут включить и включить их могут не только важным является это сам прецедент я наверно не на ту кнопку нажал сейчас там у меня выскочила вы хотите улучшить скорость интернета я нажал ведь я вообще мне кажется что очень важным осознать правые силы италии то что они могут победить консервативное мышление национально ориентированное они реально избегают темы россии они избегают но тем не менее мы все понимаем как это происходит смысл в простом брюссель зажрался еврокомиссары оборзели они занимаются рикетерством они занимаются подтасовкой выборов они влияют на выборы может ли этому противостоять например правая правый спектр политики в планомерных протестах позже что они смогут сделать если они проиграют я так скажу если правые сейчас придут к власти анархисты попробуют на какой-то момент их расшатать но исчезнут то есть там полиция наведет порядок если к власти придут либералы вот эти социально зеленые сопли жуи то без оскорблений сейчас просто у них повестка одинаковая они ничем не отличаются от северных от восточных от южных соцсетей они очень странно их объединение тоже очень странная ну такая конъюнктура рынка политического то тогда на улице можно ожидать выхода просто народа и где-то это будут правые выводить где-то братья где-то лига будет выводить и в этом отношении сами протесты запланировать в одной простой причине экономика находится в очень сильно просевшим состоянии в италии